Ты уже проснулась, а? Доброе утро. Бонька тут спит. Доброе утро. Что? Что ты одевать будешь? Что тебе дать? Вот эту кофточку дать? Да. Да? Где Бонечка твоя? Сегодня с шести утра гоняют с Бонькой. Не дают спать никому. Филь. Бонька уже набегалась и спит. Все, готовы. Собираемся. Кстати, ребята, у нас хорошая новость. С сегодняшнего дня, 17 февраля, отменены все ограничения. Маски отменили, отменили сертификаты, отменили прививки. Не знаю, на какое время, но... Надеюсь... Мама, если нет окраины, тогда пойдем с аттракционом. На какой аттракцион? Нет нигде аттракционов. Да? Мы видели. Где? Да. Вот. Не знаю, на какое время, но надеюсь надолго. Наш папа даже сегодня раньше встал, перед работой поехал в спортзал. Работает с полседьмого, в общем, он поехал на час раньше. Напишите, у вас уже отменили все ограничения? Одевайся. Доклее, ботиночки обувай. Где твои ботинки плакали? Бонни, мне надо идти сюда? Да. Надо идти, конечно. В садик. Собираемся. Шапочка твоя где? Шапка. Вот эта вот штука. Опять у нас спрашивают про вот эту штуку, которую надевает Макс. Я уже рассказывала, но еще раз расскажу. Видимо, у нас новенькие. В общем, зачем он ее надевает? Это для тех деток, которые ходят в садик. Потому что у нас детки ходят в основном одни. Ну, даже если и родители отводят, все равно должны надевать эту штуку. Они переходят через дорогу, чтобы водители их видели. Вот она даже светится, если вечером машины отсвечивают вот эти вот полоски. Поэтому все детки, которые ходят в садик, они надевают вот такие вот медальки. Не знаю, как их называют. А дети, которые ходят в первый класс, они носят желтые жилетки. Каролина носила в прошлом году жилетку желтую. Но я теперь нет. Это тоже для первоклассников, чтобы машина их видела, когда они дорогу переходят. Но теперь нет. Чтобы знали, что это школьники. Ну, в общем, здесь так принято, такие правила. Макс в этом году пойдет в первый класс. И ему дадут жилетку желтую. Будет он ходить с желтой жилеткой. Все, готовы? Идем. 8.01. Потопали. А пристегнуться? Ну, пристегивайся. Рюкзачок. У него сегодня спорт. Мама. Самолет. А на улице мы будем кушать. Да, на улице будете кушать. Зашла в магазин, купила хлеб такой свежий, хрустящий. Хочу бренки пожарить. Прямо аж очень захотелось. Чуть-чуть наливаем молочка. Он мне вчера рисовать не давал. Я вчера снимала видео на свой канал. Он ложился. Играл с фломастерами, с карандашом. Мешал. Не давал мне рисовать. Всех я спать уложила, а вот этого не уложила. Пофту сейчас не надо надевать. Ты сейчас будешь кушать, запачкаешь. Да мои волосы. Бабулю зовите. Многовато я сделала. Но у меня там уже картошка оставалась. Думаю, что я там буду 3-4 штучки оставлять. Все почистила. Тебе хватит столько, Марго? Хочется? Да. Так, все, пойдемте кушать, садимся. Так, а вилочки? А вилочки есть уже. Все, давайте. Приятного аппетита. Каролина, садись. Оставь его, не надо, а то он на стол будет прыгать. Эти зеленые, они вкусные. Оливки? Почему? Черные вкуснее. Мне нравятся больше зеленые. Нет, они какие-то горькие. Мне больше зелененькие. Это масляные. Маслины. Оливки и маслины. Масляные. Черные это маслины, а зеленые это оливки. Дай мне вилочку, пожалуйста. Спасибо. Все, приятного аппетита. Для меня это оливка и азинка. Вчера Ксюша проводила свой первый стрим. И качество у нас не очень было. Знаешь, мне кажется, почему? Потому что у тебя свет со спины. Если бы у тебя стол стоял, и у тебя бы свет с окна падал на твое лицо, было бы лучше. Вот, и микрофон тоже у нее, да, какой-то? Нет, да. А в наушниках тоже нехороший. Ну, в общем, она договорилась, сказала, что сегодня в 2 часа будет у нее трансляция опять. То есть в 4 по московскому, а по нашему в 2. Она будет играть. Вчера мы не играли. Вчера только мы общались с вами. Вели мы сейчас трансляцию на канале у Ксюши. Сколько прошло? Минут 5? Что? Минут 5 прошло. Минут 5 прошло, и нам заблокировали. Вот. Скорее всего, то, что она была одна. Ну, я рядышком сидела. Может быть, там у меня немного ногу было видно, но лицо, лица моего не было видно. Вчера мы вели трансляцию, я была вместе с ней. Меня было видно на видео, а сегодня нет. И мне кажется, поэтому заблокировали то, что ребенок один. Но я очень часто вижу, что ведут трансляции дети сами, одни, без родителей, без никого, и как бы никто никого не блокирует. Нас заблокировали. Не знаю, разблокируют ей трансляцию или нет. Пришло предупреждение нам на почту, поэтому я не знаю, что делать. Если они окончательно ее заблокируют, то это будет очень плохо. Получается, Ксюша не сможет вести трансляции. Вот так, ребят. Отключилось у нас прям моментально. Мы даже не поняли, что такое случилось, почему. Нас выкинуло. Что? Если тебя навсегда заблокировали, ты не сможешь вести трансляции больше. Только снимать видео такие. Афилька у нас тут лежит. Вчера он лежал тоже. Ему прям нравится. Чтобы на него смотрели. Что вы там опять ругаетесь? Да, кажется, ему некогда. И что теперь? На его укусит. Нет, не укусит паучок. Мама, я уже... Мама, иди. Нельзя паучков убивать? Мама, иди. Не, иди. Ты боишься? Она пошла на мою куклу. Она-ка на твою куклу пошла. Она же была закрытая. Как мы можем пройти? Не знаю. Кто помощница? Ксюша или Филька? Кто из них помощник? Непонятно. Филь. Нет, туда не надо. Не надо туда приближаться к лимону. Тебе не нравится запах лимона. Когда где-то кто-то что-то делает, ему надо прийти, да? Ну, конечно. Посмотреть. Интересно. Ну, дай ему понюхать. Пусть понюхает. Во. Вкусно? Не нравится? Да. Кисляжно? Все. Нет, он понял, что это невкусно. Туда-то потом назад, так у тебя на все назад вылезет. И ты опять пропишь. Папа купил хлопья, а молока не купил. Молодец. Эти хлопья можно кушать без молока, да? Они вкусные. Такие вот квадратики. Они и так вкусные, да. Вот какие кубики. Да. Мне не нравится. Можно их так кушать? Ну, мы так кушаем без молока. Ты сама не знаешь, где ты читала, а где ты начинаешь? Да. Вот. Давай. Это по ком? Математика? Ну, потому что я в школе никак не поняла. Смотри, у нас в школе тоже такое есть. То есть он нам тоже вот это вот нарисовал, но это там что-то непонятное вот. Угу. Это в Ютьюбе, да, нашла? Да, и потом я просто в Ютьюбе нашла и все, что писала. Понятно теперь? Это какую тему вы проходите? Проценты? Ой, боже. Ну да, проценты. Завтра тестирование? Да. Посылочка ко мне пришла. Да. Где мне посылочка? Я заказала косметику. Спасибо. Папа, у меня закончилось. Помоги мне открыть, пожалуйста. Смир, а что она такая поломана? У меня закончился крем. Я не знаю, почему поломанная. Помняли так. Доставка такая неаккуратная. О, это что? Так, если что, мне нужно вернуть, если что-то мне не понравится. Мам себе хватает. Так, это крем. Крем для лица. Лифтинг. А это что? Лифтинг крем. Это помада. Нужно посмотреть, цвет подойдет мне, не подойдет. Если нет, отправлю. Что-то, по-моему, для глаз. Так, это тушь двусторонняя, по-моему. С одной стороны белая, с другой черная. И сером, по-моему, это. А это что? Для бровей? Это подводить глаза. Подводка черная. Сейчас я все распакую и посмотрю. Мне помаду интересно посмотреть. Да, помадка. Помадка. Ой, она тут заклеенная. Такая черная, золотая. Вот такой цвет. Она двойная, двухсторонняя. Вот сначала вот эту наносишь первую. Она должна быть белая. Ну-ка, белая, да. Она тебе как удлиняет немножко твои реснички. Она что, белая? Сначала белым красишь, а потом черным. А здесь вот черная. Такой вот черный. Мне фломастеры мне не очень нравятся. Мне всегда раньше фломастеры. Они заканчиваются очень быстро. Именно фломастеры. Я взяла такую. Вроде бы отзывы хорошие я читала. Я хочу попробовать. Пахнет вкусно. Вот крем. Для глаз я тоже оставлю. Хочу попробовать. Вот это какая-то марка. Мизон. Я первый раз ею пользуюсь. Ну-ка, поднюхай ее. Он что-то вообще без запаха. Тоже. А, это коллагена. Тоже коллаген с коллагеном. Коллаген 100. 3-4 капли на лицо. Это получается сначала вот эту нужно наносить, а потом уже крем для лица. О, какой красивый. Будем пробовать. Это я все оставлю. Ну, в принципе, помаду я сейчас попробую нанести. Нужно макияж, конечно, сделать. У меня сейчас макияжа нет. Видите, у меня зубы белые, да? Отбелились зубы? Так, вот подвели мы глазик. И накрасили реснички. Все, можешь так идти. С одним накрашенным глазом. А, это от туши, да, испачкалась. Дорисовать тебе еще один? Ну да. В школу пойдешь так? Ну да. Не сильно ярко, нормально? Просто немножко готово. Ну вот, уже лучше. Все? Наконец-то, ребят. Я загружаю свое видео. Все уже. Еще чуть-чуть, и все. Я уже смонтировала, музыку добавила. Озвучила. И загружать сейчас буду. Это он место себе нашел? А? Место нашел. Да, да. Он помогает мне. Мешает, скорее всего. Бабушка тут себе. Нет, он мешает. Шаль вяжет. Кисточки привязывает. Он мешает. Помогает мне. А ему удобно. Мягко, да, тепло. Хитрый какой, а? Тихитрюга, Филя. Тихитрюга. Видишь, как ему удобно. Ага. Ну, замечательно просто. Тебя не хватит, да. Кошки всегда любят приходить туда, где мы что-то делаем. Я сейчас буду готовить ужин. И на ужин сегодня у меня будут грибочки. Я специально беру такие крупные. У нас продают и мелкие, и вот такие вот большие. И я их всегда фарширую. Такие вот эти. Пожарю сейчас индейку. Пюрешка у меня осталось еще. Мне кажется, ты на спорте что-то не так сделала. Был у тебя спорт? Нет. Как это нет? Вчера у тебя был спорт. У тебя два дня был спорт. Что вы там делали? Прыгали, бегали? Нет. А что делали? Ну, играете вы. По-русски говори со мной. Почему ты со мной на русском не говоришь? Мы играли. Вот. Она всегда со мной на испанском говорит. Немножко прыгали. Потом. Еще что? А потом? А тебе больно не было? Нет. Нет? Только сегодня заболела? Да. У Каролины опять часы не работают. В общем, мне кажется, они уже все из строя выходят. То работают, то не работают. Я их вчера постучала, они заработали. Сегодня нет. Не знаю. Мясо у меня уже жарится. Я сейчас буду подготавливать грибочки. Чищу. Потом вот это вот то, что внутри, выковыриваю. Потому что оно уже потемнело. Покажи. Что это? Гриб большой. Но они потом уменьшаются в два раза. Когда выпекаются, они в два раза уменьшаются. Все, я грибочки подготовила, вычистила все. Теперь я буду их фаршировать. Духовка у меня уже нагревается. Здесь пюрешка и индюшка. Духовка у меня уже готова. Готово. У меня нет тёртого сыра, поэтому я просто наломала кусочки, сверху положила. У нас в 15-20 и готово. Мы приехали в магазин. Какой закат! Красивый. Идём мы за продуктами, детишек дома оставили. Всё, маски нам не нужны, слава богу. Забыли про маски, вот это всё уже не берём с собой. Не люблю в полном магазине ходить, хотя если идти позже, то потом он пустой, продуктов нет. У нас уже клубничку продают. Красный перчик взять. Красивый красный. Хлебушек ржаной. Он тут с какими-то семечками. И, как всегда, что-нибудь для школы детям. Такие вот печенюшки вкусные. Вот эти вот вафельки тоже вкусные. Так, цены я уже не буду писать, потому что, в принципе, всё одно и то же. Ничего нового. Ещё уже тележка полная. Всё, нужно муку, сахар. Купили эту, как это называется? Нуга. Вкусные, с орешками нуга. Турон. Нуга. Какой турон? Здесь написано Нугат. Ну, турон. По-нашему называется Нуга. Заехали на заправку. Оказывается, бензин у нас кончился. Направится. Всё, приехали мы домой. Такую я лапшу купила. Странной формы. Хочу попробовать ещё там. Папа какой-то купил шоколадный напиток. Дайди, чё купи. Надеюсь, она вкусная. Да. Сладкая. Вкус пупники. Невкус травы. Мыть надо, мыть! Каролина! Попытка. Попыт? На, забирай попыт. Кому попыт? Нет. Хочешь попыт? Нет. Всё забрала. Мама, а это? Маргарита собирается завтра в поход. Они идут в горы. Что вы мне сюда положили? Нет. А как это что туда положить? Одежду запасную, на всякий случай. Чем? Ну, вдруг кописаешься. Да нет. Ладно, шучу. Будет 15 градусов. Да, завтра 15 градусов. 15-16 градусов. Но всё равно, на всякий случай, вдруг упадёшь, споткнёшься в грязь. Мама, смотри. Она завтра уходит в поход. Не сейчас, завтра. Ты во сколько уйдёшь? В 8.20? Там надо быть? Да. И потом придёшь где-то часов в 5? Да. Ну, тут у нас живот не валяется. Макс, это убирать надо. Вы же сейчас будете зубы чистить. Убирай давай это. Всё мокрое. Мама. Давайте, кто первый? Кто первый зубы почистит? Хорошо чистим зубы. Мясная, что ли, такая? Клубнику оставьте на завтра, я вам дам в школу завтра. Пилюшкин. Илька. Всё, все спать лепли уже. Будем заканчивать влог. Всё спокойной ночи. До завтра. Всё, пока-пока. Большой котёр. Большой котёр. Большой котёр. Всё. 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 Всё.